Возвращайся, ласковый мишка. Одиозный Михаил Саакашвили снова стал гражданином Украины. Он вернулся вслед за Коломойским, Портновым и прочими политизгнанниками. С какой целью Зеленский возвращает старую гвардию, если заявляет об обновлении управленческих кадров? Обсудим в прямом эфире программы «Вечер.Лайф» в студии Алексей Живов, политолог, председатель дискуссионного клуба «Достоевский» и Валентин Филиппов, журналист, политэмигрант. Также узнаем мнение Игоря Грябова, политолога, члена экспертно-консультативного совета при главе Республики Крым. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, зачем, Алексей, на ваш взгляд, Зеленский возвращает политиков периода Януковича или того же нестабильного Саакашвили? Для них реально найдется работа или есть какие-то скрытые причины? Ну, я думаю, просто объявлена новая такая вольница Зеленским, да, то есть Порошенко, период Порошенко должны воспринимать как период несправедливого авторитаризма, когда не было свободы, когда человек вот на пять лет захватил Украину, ей очень страшные и удачные правил. А такой прекрасный демократ Зеленский, который ходит пешком, ест шаурму, обнимается с избирателями, он рад всем. И оскорбляет журналисток, тоже недавно было. Да, да, он рад всем, он всех готов принять на Украине, всех, наверное, кто против России. Ну, суть по всему так, в том или ином ключе. Валентин, ну, если брать во внимание возвращение того же Саакашвили, да, мы немного позже обсудим, но на примере Портнова, который чуть ранее вернулся и который на сегодня активную политику ведет, разоблачение Порошенко. Уже четыре дела, да, то есть есть все-таки эти скрытые причины возврата политики? Ну, так разыгрывают такое, я тут ни при чем, я такой добрый президент, я вот пришел, я вообще не собираюсь мстить своему сопернику на выборах. Ну, вот, он обижал людей, они вот вернулись, и вот они теперь мстят. Вроде как культ личности Порошенко развенчали и все, да? Ну, почему развенчали? Я думаю, что вообще как бы Ирошенко национализируют, и, ну, делить-то деньги надо, но не может же. Зеленский участвовать открыто в том, что идет передел. Кто будет делить эти деньги? Коломойский. Ну, плюс, конечно, наши западные друзья, наши западные партнеры, которые, в общем-то, у нас же принцип-то какой, то есть Украина сейчас разворовывает весь мир, а Украина занимается уничтожением русских. Все, больше ничего не происходит. Ну, вот. Алексей, но в то же время, вот, да, американцы настойчиво рекомендуют уже избранному президенту Украины, Зеленскому, избавиться от олигарха в своем украшении. Олигарха в виде Коломойского. И якобы именно это позволит наладить отношения между Киевом и Вашингтоном. То есть не такие уж западные партнеры, а не Коломойскому, учитывая, что... Вот чем он им насолил-то, бедный несчастный олигарх? Я думаю, он достаточно независимый игрок. Как бы я не хочу моральную сторону его обсуждать, я просто стараюсь как политолог мыслить так вот. Я думаю, он достаточно независимый международный игрок. И в какой-то момент, очевидно, американцы с ним договориться не смогли. Вот, например, с Тимошенко они, очевидно, смогли договориться. После первого тура она неожиданно решила, что ее все устраивает в выборах. А с Коломойским не смогли. Они даже возбудили, я знаю, уголовное дело по ряду активов. Этот человек преследуется, соответственно, в различных странах. Но уже не в Украине. Да, да, кроме Украины. И именно поэтому они не хотят видеть Коломойского на Украине, не хотят видеть его рядом с Зеленским, потому что этот фактор ими не контролируем. А поскольку у них за последние пять лет очень сильные позиции ставлены на Украине, и, как мы знаем, и в Службе безопасности Украины, и в других организациях, и институциональные различные общественные организации, то есть усилилось огромное влияние США. Потому что сейчас получается, что все это ставится под удар Коломойским, с которым они, видимо, даже и не хотят договариваться. Если экстраполировать эту историю на Россию, то это, наверное, интересное окно возможностей. Об этом мы еще обязательно поговорим. А сейчас Валентин, тот же Саакашвили, который вот-вот вернулся с пылу с жару на родную землю, как он говорит, он говорит, что Зеленский молодец. Он действительно сам принимает решение, сказал, что вот после первого тура вернет гражданство Саакашвили, вернул, да, человек, слово, дело, один раз сказал, сразу сделал. Ну, кто-то же должен это говорить. Да, вот. Но неужели Зеленский сам принимает подобного рода решения, не руководствуясь, так сказать, мнением своего спонсора в виде Коломойского? Ну, я думаю, что все-таки Зеленский вынужден выполнять пожелания не только одного спонсора Коломойского. Ему необходимо и внешних игроков, то есть тех же штатов, европейских каких-то государств выполнять пожелания. И Саакашвили, это, безусловно, ставленник США, во-первых. Во-вторых, может быть, это наименее такая безопасная уступка. Ну, а в-третьих, хаоса-то добавить-то надо. Ну, должен против... Вот если у нас Аваков будет премьер-министром, ну, или там достаточно твердые позиции занимать, пусть будет Саакашвили, который с ним... Ну, это противовес Аваков-Саакашвили, учитывая их конфликт. Я бы вообще Саакашвили не считал бы большим противовесом. Вот Саакашвили, он больше вот как Зеленский. Он клоун. Он клоун с хозяевами. Он сам по себе, с моей точки зрения, не является какой-то силой. И тем не менее, такой же клоун с таким же хозяином все-таки стал президентом Украины. Валентин, давайте узнаем еще одно мнение. У нас на связи Игорь Рябов, политолог. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вот учитывая тот факт, что американцы заявляют, что Зеленский ставленник Кремля, ну, вслед, естественно, за агентом Трампом, ну, если такой вариант событий, насколько возможно улучшение взаимоотношений России и Украины, учитывая, что Зеленский все-таки позиционирует себя как миротворца? Ну, Зеленский это в первую очередь политтехнология захвата власти. То есть, отставленные при Порошенко часть элит украинских придумали себе такой проект, ну, сначала для одних целей, а потом все-таки для целей захвата власти. И добились этих целей своих. Вот он такой политтехнологий, такой комик, неполитик, популист, общается через соцсети своей аудитории, они и создали. Теперь идет борьба за образ Зеленского. Вот те, кому не нравится то, что он заменил Порошенко, например, там демократы американские, да, которые курировали Порошенко. И много фигур, с Порошенко связанных, вот это вот разок сейчас сформированный. Они пытаются навешать сейчас на Зеленского ярлыки разные. Обвинение в связи с Москвой – это просто один из ярлыков. Этот ярлык, который Зеленскому тоже выгоден, он дает ему возможность играть на этом поле. Возникнут сейчас какие-то другие люди, которые будут Зеленского свои краски окрашивать. По очень простой причине. Он не представляет из себя, как политик, ровно все там и сего. Он такая девственная территория, на которой можно экспериментировать. И этот эксперимент, когда мы, собственно, и наблюдаем. Игорь, спасибо за комментарий. Алексей, ну вот действительно, есть мнение, что Зеленский исключительно наемный актер, который выполняет, вот играет свою роль и выполняет те функции, о которых ему говорят. Те задачи, которые ему, по сути, режиссер поставил. Но, тем не менее, он принял, он не он, по крайней мере, он озвучил, да, ряд существенных решений, например, касающихся той же Верховной райды, да. И, наверное, шаги стратегически продуманные, учитывая, что он действительно может создать коалицию, используя вот партию «Слуга народа» и мажоритарщиков. Насколько возможен вариант, что страной будет управлять вот Зеленский, ну или его кураторы, не имея конфликтов в Верховной Раде? Я думаю, здесь, возвращаясь к тому, с чего вы начали, насчет того, что человек этот манипулируем. Многие, так сказать, властители, приходя к власти в начале своей карьеры, и мы даже некоторых знаем, были не совсем самостоятельны, в разных странах мира и в разные времена, да, их кто-то выдвигал. Но есть такой замечательный автор Макиавелли, который написал прекрасную книгу «Государь», и если умный политический деятель ее прочтет, внимательно с ней ознакомится, то он может в течение определенного периода времени из-за независимого политика превратиться в вполне независимого и самостоятельного политика. Поэтому у Зеленского, у которого, в отличие, например, от Саакашвили, совершенно нет никакого отрицательного бэкграунда в виде проигранной войны, побега из Грузии, провокации, там, истории с одесским губернаторством, вот этого всего у Зеленского нет. Он чистый лист на данный момент в политическом плане. У него есть только бэкграунд человека комедийного жанра, который, как мы видим, в период глобального шоу, который во всем мире разыгрывается, положительно влияет на избирателей. Они, видимо, могут связывать свои надежды с людьми, которые играют роли. Но это маркетинг, рекламный космос. Да, это хороший маркетинг. Поэтому я считаю, что у Зеленского сейчас есть все возможности, или, как вы говорите, у людей, которые его курируют, сделать из него вполне независимую политика и получить в украинском парламенте большинство, которое позволит ему реализовывать все основные тезисы, которые он в своей предварительной компании изложил. Вот Алексей, вспоминя Макеевелли, говорит о том, что, в принципе, даже человек, который имел некогда чье-то влияние, испытывал на себе впоследствии, все-таки может стать самостоятельным управленцем. В случае с Зеленским это абсолютно исключено? Я думаю, что это абсолютно исключено. Когда мы говорим, вот Алексей говорит о самостоятельном политике, но при этом, он говорит, Зеленский и люди, стоящие за ним. Ну, в общем-то, если приводить другие примеры, то кто-то пришел, был не самостоятельным, но у него была какая-то команда, какое-то прошлое, там, из спецслужб, там, можно было... Ну, у Зеленского команда тоже есть 95-й квартал. Ну, да, вот. То есть я прекрасно, поскольку я тоже играл в КВД, я представляю, на секундочку, что я становлюсь президентом, обзваниваю своих девочек, мальчиков, говорю, ребят, давайте, ну, тогда вообще всем очень весело работать. Устроим мегашоу, да? Но ненадолго. Ну, вот, допустим, начальник службы охраны Зеленского и структуру Коломойского. Ну, так я об этом и говорю, что да, можно выиграть парламентскую кампанию, обязательно даже, скорее всего, но и выигрывать ее будет не столько Зеленский, потому что, да, «Слуга народа», возможно, наберет немало, чем раньше будут выборы, тем больше наберет, но Коломойский уже готовит и другие проекты на выборы, для того, чтобы «Слуга народа» была не единственная партия прошедшая, чтобы было с кем собраться вместе. И к этим партиям визуально никакого отношения ни «Слуга народа», ни «Зеленский» не имеют никакого отношения. Я вот могу вспомнить из моей родной Одессы Труханов и Кернес, мэр Харькова, они сейчас создают партию мэров, которая пойдет на выборы. Можно твердо сказать, что в Одессе и в Харькове эта партия победит, если они подтянут туда... В принципе, это очень похоже на партию регионов, по идее, когда партия регионов только организовала... Костяк тоже, наверное, да? Нет, костяк не тот же, идея та же, что мы берем влиятельных, популярных людей из всех регионов, объединяем их в партию, и за эту партию голосуют. В конце 90-х так партия регионов создавалась, и так она побеждала. Сейчас та же штука. И все это патронирует Коломойский, имеет отношение к этому Коломойскому. Все это делается на базе партии Ведроджиня, которую, собственно, создал Коломойский на прошлых... Использовал ее на прошлых местных выборах на Украине. То есть, по сути, Коломойский не ставит на одну лошадь, да? Что значит? Нет. Он как? Он ставит на одну лошадь, и это лошадь Коломойский. Он... Вот он просунул президента, вот он... Нет, в этом случае 10 лошадей, из которых 8 Коломойского. Да, да, конечно, ну так и надо, ну а как же иначе? И вот мы видим такую замечательную картину, что обязательно вот эта партия мэров, которые, я не помню, как они название собрались давать, взяли главный слозунг «Доверяй делам», это из Одессы они взяли, вот они обязательно вот в Одессе и в Харькове они наберут, а это уже гарантированно 5-7% в Раде они возьмут. А там... Вот, вот, пожалуйста, а что еще Коломойский задумал, успеет за эти два месяца, мы тоже не знаем. Алексей, ну вот смотри, действительно, Зеленский, он позиционировал изначально себя как миротворца, он заявлял о том, что для меня на сегодня главное восстановить в стране мир, и он был готов договариваться, в том числе с республиками Донбасса, но по факту человек, который хочет прекратить войну, он прекращает боевые действия. На сегодня он был на линии соприкосновения, он туда ездил, и что в итоге? Обстрелы продолжаются, там даже какие-то там военнопленных украинских опять там взяли. Да, и обстрелы усиливаются. То есть бессмысленны вот эти его декларации? Думаю, да, и каждый раз, когда украинские президенты, что предыдущие, что нынешние, уже теперь говорят о прекращении войны, каждый раз речь идет о том, что они должны, ну, стереть Донбасс с лица земли, полностью его очистить, так сказать, от людей, имеющих противоположные мнения, и войти победителями, наверное, в разрушенные города, и остатки населения уже подчинить и вернуть обратно на Украину. То есть эти миротворческие речи, мне кажется, они все политтехнологичные, потому что, с одной стороны, они, а, понимают, что отпускать республики им нельзя, в том числе и потому, что это не поймет население Украины, которое пять лет как бы науськивали именно то, что Донбасс является, в общем, главной проблемой, вся нация должна сплотиться вокруг, значит, борьбы с сепаратистами, а тут с ними неожиданно заключит мир. Как? В состав Украины они не войдут. Отдать их России, признать их независимостью, там, Крым, Зеленский не пойдет. А вот говорили о том, что Коломойский, по-моему, говорил о том, что необходимо объявить дефолт и таким образом избавиться, по сути, от долгов. Не просадит ли вот такой шаг, если они на него решатся, рейтинг Зеленского? Хороший вопрос. Я думаю, что нет, потому что сейчас начало политической карьеры Зеленского, ну, я имею в виду президентской карьеры Зеленского, у него еще большой период исторический есть, чтобы показать свою работу, и если вот этот негатив, допустим, дефолт, да, скинуть с себя долговые обязательства, которые серьезно тянут Украину на дно, вот, если их скинуть именно сейчас, то, скажем так, дальше можно уже работать по восходящей траектории, но без долгов управлять бюджетом гораздо проще. Валентин. Я вот, простите, я бы хотел сказать такую штуку, ну, во-первых, в Украине всегда можно на прошлое что-то столкнуть, дефолт можно обвинить Порошенко в дефолте. Как Порошенко, еще Кравчук виноват. И Кравчук тоже, и Донецкий, и Путин, Путин, это Путин все. Что касается рейтинга Зеленского, я бы поспорил, нет, у Зеленского нет никакого рейтинга. Люди действительно за него проголосовали. Они проголосовали, да, против Порошенко. Они проголосовали против украинской власти. То есть не за, а против. Да, это было голосование, то есть люди, когда голосовали за Зеленского, они за него голосовали просто как за Зеленского, а не как за президента. Ну, как за Трампа, но не за Хиллари. Ну, на Украине запрещено голосовать против правильных людей, таких как Порошенко, а тем более голосовать, грубо говоря, за Путина. А люди сказали на это, ну, хорошо, нам нельзя выбирать кого-то другого, кроме нациков, да. Ну, а вот есть клоун. Вот. И пошли голосовать за Зеленского. То есть ни от особых ожиданий, по большому счету, глубоких, серьезных, от Зеленского у его избирателей нет. Мне кажется, лучше смеяться над клоуном, чем выслушивать лозунги фашистские. Нет, так извините, клоун замечательно тоже их произносит. Если, вот можно ли говорить о том, что вот эта националистическая составляющая, обилие всевозможных групп, которая расплодилась за последние пять лет на Украине, даже, наверное, за больший период времени, все-таки уменьшится, вот благодаря той позиции, которую на сегодня Зеленский занимает. Нет, благодаря позиции Зеленского нет. Она уменьшится за счет того, что кормить их перестанут. Потому что многие службы, структуры имели свои бюджеты на это дело и держали этих нациков, этих эскадронных смерти, их называют еще как-то по-разному. Ну, Коломойский тоже кормил некоторые добровольцы? Ну, Коломойский кормил, да, но все-таки вот этих вот уличных хотя бы станет меньше. Уже становится меньше в моей родной Одессе. А станутся ручные? Как? Это вот ручные как раз сейчас окажутся не у дел. А вы же понимаете, что происходит? Вот есть условный, там, Одесский Стерненко, который контролирует, знаете, самые игровые автоматы, торговлю наркотиками, еще что-то. То есть от имени СБУ это все делает. И СБУ, как бы, ну, еще и платит. И он гоняет, бьет людей, гоняет, ну, в общем, нацистские все эти штучки устраивает, да. И тут финансирование прекратилось. И тут одновременно появились другие бандиты, которые говорят, мы тоже хотим крышевать наркотики, понимаешь? А кто он без СБУ этот Стерненко? Аж никто. И вот этот нацист-фашист, он исчез. Да, там наркотиками кто-то продолжает заниматься. Но вот эта идеологическая составляющая, которая терроризирует город, вот, вот, она начинает исчезать. То есть, нет, я не говорю, что это будет массово, но вот этот пресс вот этот вот, он исчезает постепенно сейчас. Это не значит, что его не могут вернуть. Его могут вернуть в любой момент. Но сейчас на Украине на бытовом уровне исчезает вот этот вот прессование. Это, опять-таки, это не значит, что выпустят политзаключенных. Это не значит, что кто-то может возвращаться, как говорит Портнов. Это вранье. То есть, те, кто по-настоящему уезжал... Ну как же, вон Мишу вернули. Ну Мишу, да, Вашу, ну да. Мишу вернули. То есть, никто из наших, из участников «Русской весны» возвращаться не может. Алексей, вы говорили о том, что все-таки политик, рано или поздно, он может стать самостоятельным, да, и отбросить все эти там ниточки, за которые его некоторое время дергали. Но вот в случае Саакашвили, который на сегодня там облизывает Зеленского вдоль и поперек, называя его там лидером и самостоятельным человеком, который принимает эти решения, но и он говорит, что не будет влезать, да, в эту политическую составляющую, пока у него не попросят там совета, могут звонить там в 3-5 ночи, как он говорит, цитата. Но рано или поздно он может снова стать или не снова, а в принципе стать самостоятельным и уже там ставить палки в колеса или составлять какую-то конкуренцию на тех же выборах вот в Верховную Раду. Ходорковский, когда его выпустили из тюрьмы, он уехал из России, тоже сказал, что он больше политикой заниматься не будет, но все-таки занимается, как мы видим, ведет огромное количество каналов на личные деньги. То есть люди, когда они говорят, что больше они не будут заниматься политикой, вы им не верите. Политик такая штука, бывших политиков не бывает. Да, это как прощальные гастроли Аллы Пугачевой. Поэтому все возможно, здесь зависит от того, если мы говорим о Саакашвиле, насколько Зеленский позволит. Сейчас это такая фигура для поддержки пострадавшей от режима Порошенко, человек, который Порошенко обличает, хвалит Зеленского. Он невозможно, он через какое-то время будет самостоятельным, тем более, что... А что, Порошенко имеет еще такой вот политический вес, и они его настолько боятся, что вот вызвали там и Саакашвили, и Портнова? Я думаю, это вот не лично про Порошенко, это скорее про Порошенко, как человека, которого курируют американские демократы, как сказал уважаемый эксперт. Его именно делегитимизируют, именно как вот человека, которого курируют Соединенные Штаты Америки. То есть это токсичный политический актив, который надо сбрасывать и менять партнеров. Валентин, хотелось бы вернуться к взаимоотношениям Украины и России. Многие возлагали действительно надежды на нового президента Украины, который мы не говорим о том, что наладит, безусловно, априори все эти взаимоотношения, но хотя бы, чтобы была какая-то стабильность, да, и не было вот этих постоянных инсинуаций вокруг России, Путина, да, что это вот единственное зло, которое виноваты во всех грехах. А кто еще виноват? Вы меня извините, Украина подписала, сбросила преступный режим. Избавилась от дотационного региона, который тянул от Крыма, да. Украина подписала ассоциацию, значит, по всей логике уже должны быть европейские расклады. Прям достижения. То самое, почему, то есть демократия, все дела. Почему всего этого не происходит? Потому что Путин не дает этого всего сделать. Он напал на Украину, идет война на Донбассе. И вот представьте, мы завтра с вами. Украина такая говорит, нет, Путин ни в чем не виноват, он хороший. Россия ни на кого не напала, все, мы перестали стрелять. А где европейские зарплаты? А куда тогда делось наше благосостояние? Если раньше она уходила. То есть надо кого-то найти, на кого это все спешит. Вот, а Россия большая. Ее, когда видишь на карте, ты понимаешь, что на борьбу с ней, которая тебя хочет уничтожить, действительно могут уходить большие деньги. Так бы мы были бы уже все очень богатые, все бы на Лексусах ездили. Но вот, и вот как тебе, вот как? Для того, чтобы отстали от России, надо, чтобы напали арахниты из космоса. Алексей, ну вот... Россия это пугало поддерживающая украинскую государственность. Ну люди-то простые, ну не глупые же, должны понимать. Они понимают. Многие понимают. Ну, некоторые не понимают, некоторые понимают, там 50 на 50 примерно. Там уголовная ответственность за понимание. Во-первых, за понимание уголовной ответственности. А во-вторых, я могу очень хорошо относиться к России, да, но я вот живу на Украине, да. Я очень хорошо отношусь к России, но я уже наконец начал верить, что Россия действительно напала. И я, продолжая хорошо относиться к России, продолжая даже в душе болеть за то, что раз Россия напала, пусть победит быстрее. При этом все, я понимаю, что почему так плохо живется. Потому что Украина вместо того, чтобы тратить деньги на социальные всякие дела, она вместо этого тратит деньги на войну с Россией. Списывает деньги. Если не тратит на списывание. Если не отпадет российский фактор, то на данный момент появится много негативных вопросов. Это центральная внешнеполитическая повестка. Она, кстати, эксплуатируется по советским еще лекалам. Ничего нового люди-то не придумали. Господа, я уверен, что рано или поздно эти вопросы все-таки простые жители Украины зададут своему руководству. И получат, надеюсь, внятные ответы, за которые все-таки придется высшему руководству. Это вообще на месте России бы не успел. Кстати, концентрация Зеленского все-таки идет больше на внутренней повестке. Вы обратите внимание, в отличие от Порошенко, который избирался с лозунгом «я либо Путин». И в итоге получается, что Путин выиграл у него выборы, потому что так была построена его рекламная кампания на Украине. Зеленский все-таки концентрировался на вопросах народовластия, демократии, изменении структуры прихода новых молодых, не инкорпорированных еще в советскую систему комсомола и вот этих политических организаций, людей. То есть здесь про внутреннюю повестку больше. И в зависимости от того, как у него на внутренней повестке именно будет получаться, будет на него реагировать его электор. Господа, ну поживем-увидим. Будем смотреть действительно с интересом в будущее. У нас пока на этом все. Я благодарю вас за беседы, ваши комментарии, зрителей за внимание. Увидимся с вами на следующей неделе в этой же студии в программе «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим. Субтитры подогнал «Симон»!